По одному здесь не вывести. Безымянное озеро на улице Гущина прогремело весной этого года. О его состоянии многие говорили, как о санитарной катастрофе. Тогда вычищать завалы взялись жители окрестных районов. Позже к ним подключились и власти. Это очень излюбленное место отдыха наших горожан. К сожалению, не все граждане у нас еще сознательные. После своего места пребывания они здесь оставляют мусор. Сколько мусора уже отсюда только в этом году вывезли? Наверное, больше пяти камазов. Здесь больше 50 волонтеров. Представители ОНФ, студенты-строители и будущие медики. Я в основном озером занимался. Тут по округе еще бутылки были, пакеты. А вообще в субботниках часто принимаете участие? Нет. То есть это первый раз буквально? Да. Вы представляли или добровольно? Добровольно. Ну как там, математика была. Это уже десятая экологическая акция по расчистке берегов озера. Неравнодушные жители, в том числе волонтеры, вооружившись мешками, перчатками и инструментами, собирают мешки мусора. В его поисках сильно стараться не приходится. Шины, покрышки, поддоны, бутылки. Вот это, по-моему, неожиданно. Обычно все привыкли к пакетикам, телофанам. А так шины. Не знаю, откуда они здесь. Вроде как сюда может машина проехать. Но тяжелые, да? Да, тяжелые. А что вы чувствуете, когда нужно убирать за кем-то? Свинья. По итогам экоакции собрали 150 мешков мусора. Их вывезли на городской полигон ТБО. Участники субботника надеются, что хотя бы на этот раз берега водоема простоят чистыми дольше, чем после прошлых расчисток. Но при необходимости, говорят представители мэрии, субботник до снега можно организовать еще раз. В целом же в октябре в Барнауле планируют провести 110 экологических акций. Самые крупные из них на берегу Аби за новым мостом, на аллее по улице Смирнова и в березовой роще на Солнечной поляне. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.